Это «Вести утро» Карачаева-Черкесия в студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. На дорогах местами гололедится. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем 0,2 со знаком минус. Готовы к обновлению. В рамках реализации государственной программы развития образования в Хабецкой средней школе началась подготовка к капремонту. Фатима Даурова застала первый этап работ. Всего через два года школа отметит полувековой юбилей. Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в далеком уже 75-м году. Здание относится к типовым и за все 48 лет своего существования поддерживалось периодическими ремонтными работами. Но тем не менее необходимость в капитальном ремонте неизбежна. Школа нуждалась в ремонте. Почему? Потому что в первую очередь в 75-м году она была сдана. После этого капитального ремонта не проводилось. И каждый, кто зайдет, конечно, увидит, что топительная система уже не годится. Это электропровода у нас уже тоже слабые, стены. Вот это все уже требует хорошего капитального ремонта на современных условиях. Уже разработаны дорожные карты, согласованные с Министерством образования и Дирекцией капитального строительства республики. Со дня на день определится компания-подрядчик, который и займется ремонтными работами. То, что подготовка к ремонту началась в самом разгаре учебного года, конечно, привело к некоторым трудностям с образовательным процессом. В школе обучается 740 детей, для которых пришлось найти временное пристанище. Вопрос был разрешен с помощью руководства района и отдела образования. Они размещены, значит, у нас в общежитии лицея Аула Хабес и в сельском поселении Аула Хабес, где нам Туаршав Беслан Мухаммедович тоже предоставил 4 просторных светлых кабинета. В сельском поселении в 4 кабинетах у нас в 2 смены занимаются обучающиеся 9-11 классов. Основная масса у нас с 1 по 10 классы у нас в первую смену должны заниматься по санпину. Занимаемся мы в 2 смены тоже в здании общежития лицея. Ученики и учителя относятся с пониманием ко временным трудностям. Потихоньку привыкают к новому ритму и распорядку дня. Учебный процесс налажен. А перемена места даже в некотором смысле обновила восприятие детей к обучению. Дети легко и быстро адаптировались. Занятия у нас проходят в штатном режиме. Конечно, это не то, что у себя в родной школе, конечно, когда работаешь и всё как бы в одну смену. Но, тем не менее, мы очень довольны особого напряга. Конечно, ощущаем трудности, но в любом случае дети тоже уже... Программа не ограничивается только ремонтными работами. Она предусматривает комплексное развитие, обновление инфраструктуры и закупку необходимого оборудования. Всё это позволит создать комфортную образовательную среду. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем программы Ногайской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Еленой Прокопенко. Удачного начала недели и до встречи в эфире!